Да, алло. Эмма Грундих у аппарата. Мне нужно вам кое-что сообщить. О, и что же? Мы ожидаем прибытия иностранца из Федерации Штатов и хотели бы, чтобы он поселился у вас. Иностранец из Федерации Штатов в нашем доме? Да, представьте, что вы владелец гостиницы. Но я всегда думал, разве Федерация нам не враг? Шагайте в ногу со временем, Фрэнк, или время уйдет без вас. О, если у вас не окажется незанятая квартира, позаботьтесь о том, чтобы она появилась. О, понятно. Этот человек настолько важен. Ну что за глупый вопрос? Стало бы я иначе звонить и просить вас разместить его у себя. Его зовут Лукас Шмольке. За работу. Он, вероятно, уже ждет. Лукас Шмольке, ясно. И еще, Шварц, поприветствуйте его вежливо и с улыбкой. Мы со Стивеном на вас рассчитываем. Пока. Челк. Так, новый счет. Так, сейчас примем его. Так, почему у нас мусор? Всегда закрытый. Люди перестали выкидывать мусор. Так, кто у нас там получается сдать? Так, ну пускай выше рядом, здесь напротив. Аренда. Лукас Шмольке. Мужчина 40 лет, прибыл в Союз, в командировку. Концертный менеджер. Возраст 40. Так, сразу идем туда. Он же еще не дошел до дома. Так, Лукас Шмольке. Вряд ли, что мы успеем посмотреть. Так, Бориски и Виски. Ладно, пускай заходит, в принципе. Он меня только выгонит. Или мы успеем выйти? Мы успели выйти. Камеры сменить не успели. О, приветствую. Приветливое лицо. Военно местный, который знает, что тут и где. Вот как. Я Шварц, управляющий этого дома. Я так и знал. Лукас Шмольке. Рад знакомству. Я работаю с группой Искажение Разума, которая сейчас гастролирует по вашей стране. Вы, наверное, слышали о нас. Эм, нет. Искажение Разума. А, конечно, классная группа. О, отлично. Значит, маркетинговая компания работает. Ребята довольно новомодные. Но современной молодежи такое нравится. Определенно. Так вы сказали, вам нужна помощь местным? Верн. Вы наверняка знаете, где здесь что продается. А что конкретно вам нужно? Я ищу подарок для дочки. Какой-нибудь местный сувенир. Пусть даже он будет немного странный. Я понимаю, что с инфраструктурой у вас все сложно. Дагмар. Всегда так радуется подарком из-за границы. Дагмар. Особенно из таких стран, как ваше. Куда редко попадешь. Попадаешь. Эм, может книгу или газету? Нет, книжки ей не нужны. Лучше что-нибудь, что отражает местный колорит. Бюст великого вождя, что-то вроде того. Или это ваша имитация ореховой пасты без орехов? А, ну рядом с дому есть ларек. Ларек? Замечательно. Там я точно найду пару оригинальных вещиц. Спасибо, господин Шварц. Вы мне очень помогли. Эм, не за что. Как ваши дела? У вас в квартире все в порядке? Я вас все устраивает? Да, конечно. Мне не хватает только кофе. Как федерация. С этим я, к сожалению, помочь не смогу. Что-нибудь еще? Жилье соответствует вашим запросам. У меня есть кровать, кухня и даже пожарная сигнализация. Чего еще желать? Я тут просто в командировке. Уж по своей-то воле я бы в такое место не переехал. Не принимайте на свой счет, коллега. Эм, ничего, я не обижаюсь. Но с жильем все в порядке. Я всем доволен. Так, ты лег спать. Задача начата иностранец снять же эту трубку. Так, мы сначала... Сколько у нас время есть? Заменим камеры на это. МК-3. Так, нельзя. Извините, это моя квартира. Возможно, в вашей стране это не так, но там, откуда я родом, мы уважаем чужую собственность. Окей. Так, идем, берем трубку. Шварц у аппарата. Алло. Шварц, это Мюллер. В вашем доме появился новый жилец. Да, господин Шмокке. Или как-то так. Как бы его ни звали, я ему не доверяю. Почему же? Подробно сообщить не могу. Но о нем ходят интересные слухи. А обжегшись на молоке. На молоке? Вот шетту году. Этот тип внушает подозрения, Шварц. О, что-то с ним не так. Потрудитесь узнать этого человека поближе. В конце концов, это твоя работа, как управляющего и информатора министерства. Хорошо, я с ним поговорю. Отлично. Как соберешь достаточно информации, составь на него профиль. Профиль? Ясно. Спасибо, Шварц. Должен сказать, в качестве разжалованного в завхозе, ты бываешь довольно полезен. Эм, спасибо. Так ты понял, что нужно сделать? Так ты понял, что нужно сделать? Да. Так точно. Познакомиться с новым жильцом, собрать о нем информацию. Хорошо. Ну ладно, я на тебя рассчитываю. И на то, что мои подозрения подтвердятся. Подозрения? А какие у вас на его счет подозрения? Что он не из наших, и что это больше, чем деловая поездка. А теперь приступай, наконец, к работе. Челк. Поговорить с Лукасом Шмольки. Так, ничего не видно. Так, сколько у нас этих? Двенадцать. Так, ну, у нас, в принципе, смысла нет их держать. Так, все, он уходит. Сейчас мы ему заменим камеру. По-быстренькому. Чтобы лучше было видно. У нас МК-2 стояла здесь. Потом все мы заменим на МК-4. Так, здесь там денег не хватит на 4-м. То есть, в принципе, в основном здесь только на это деньги у нас уйдут. Так, теперь рассматриваем все, что тут есть. Так, пиво. Так, цветы у него тоже тут есть. Горшочек. Футболка из Искажения Разума. Яркая, эксклюзивная фанатская футболка с самой популярной группой Федерации. Группой Искажения Разума в Международном Турне. Альбом группы Искажения Разума. Последний альбом самой горячей группы Федерации в специальном издании. Группа Искажения Разума в Международном Турне. Так, и иностранные деньги. В принципе, его можно посадить. Камера МК... А, эта камера, это наш. Так, альбом группы Искажения. Альбомы мы оставим. Хотя, может быть... Нет, воровать не будем, а то опять придет полицейский какой-нибудь. Бориски, виски. Футболка, альбом группы Искажения Разума. Так, ну в целом все получается. Так, еще что-то есть. Нет, все. Так, главная камера мы заменили. Теперь все хорошенько видно. Так, а здесь... Так, он, по-моему... Но его нету. Тоже заменим камеры. Так, все хорошо. Осматривать, по-моему, здесь уже все осматривали. Смысла нет. Да, здесь мы все смотрели. Главное, камеры хорошие. Так, к этому мы вряд ли пройдем. Он у нас всегда играет. Так, наверху. У нас тоже всегда дома. Кстати, его тоже можно убрать. Так надо было деньги бы добывать, когда нам 10-тичная операция требовалась. Надо было, наверное, что-то подложить. Купить запрещенное, подложить и так далее. Ну, что от него, в принципе, толку, по-моему, никакого. Так, места больше нет. Нам, кстати, про него не прочитали. Так, у господини Шмольки есть что-то необычное. Кажется, что он совсем ничего не боится. Так, ладно. Так, я и хотел не с тобой говорить. Что, господин Шварц, и вы в бегах? Как вам у нас нравится? Ну, здесь вы всем довольны. Да-да, хотя планировка здесь все сильно отличается от принятой Федерации Штатов. В ней есть свой неповторимый шар. О, такой из Федерации? Естественно, это видно уже потому, что я не ношу вещей, вышедших из моды лет 10 назад. С другой стороны, откуда вам знать, что сейчас в моде, а? Ха-ха. Федерация, значит, как интересно. Да, безумно. Вы вроде упоминали о гастролях. О, а, да, группа искажений разума гастролирует по Союзу. Я менеджер группы. Слежу за тем, чтобы все шло гладко. Неплохо, вы, должно быть, часто слушаете музыку своей группы, да? Даже не представляете, насколько. Вы сказали, что следите за тем, чтобы все шло гладко. А можете рассказать, что конкретно входит в ваши обязанности? Только не говорите, что решили поддаться в шоу-бизнес. Что, эм, нет. Мне просто любопытно. Зарубежные группы с менеджерами у нас бывают нечасто. Вот как. А жаль. Я встречаюсь со своими подопечными, слежу за тем, чтобы у них все было хорошо. И чтобы они приезжали вовремя и куда надо. У них как-то было фиаско, когда искажение разума собрались выступать не на той сцене. Ой-ой. При мне такое ни за что не повторится, уж поверьте. Да, я вам верю. Должен признаться, быть менеджером такой известной группы классно. Красивые женщины, которые хватаются за любую возможность привлечь внимание звезд. И со мной не прочь пошалить. Ну как, мой рассказ о сладкой жизни менеджера вас вдохновил? Ну а разве вы не говорили, что у вас есть дочь? Есть господин Шварц. И в глазах моей семьи эти гастроли обычная командировка. А детали останутся между нами, коллега. Хотя бы... Хотя вы бы и не смогли передать эту информацию за пределы союза. Так. Ну да. Тогда успешных вам гастролей. Ух ты он. Спасибо, господин Шварц. Надеюсь, и вы заглянете к нам на концерт. Так. Получена информация. Иностранец, менеджер группы. Создать профиль Лукаса Шмольке. Так. Досье. Лукас. Менеджер группы. Менеджер группы искажения разума из Федерации Штатов. Иностранец из враждебной Федерации Штатов. Любит пить пиво. Отправить. Да, алло. Шварц слушает. Шварц, это Лотта Альтман. Профиль Лукаса Шмольке поступил в министерство. Отлично сработано. О, спасибо. Теперь у нас есть полное досье на Шмольке. И мы знаем, что он родом из Вражеской Федерации Штатов. И что он руководит иностранной группой. Такие люди опасны. Очень опасны. Разве? О да. Раз он из вражеского государства, значит и сам нам враг. И его взгляды закладывают ложные идеи в умы нашего достойного ведомого вождем союза. Эм, я не знал. Зато теперь знайте. И Шварц, с этим Шмольке, раз он представляет такую угрозу для нашей нации, вы должны что-то сделать. Я? И что мне с ним сделать? Нужно от него избавиться. Найдите на него компромат. Нельзя допустить, чтобы враг руководил так называемой музыкальной группой. Тем более концертом. Не у нас. В общем, разберитесь со Шмольке. Взамен я обещаю вам лучшую жизнь. Лучшую жизнь? Если вы добьетесь успеха, Шварц, я верну вам прежнюю работу. Ваш прежний дом. Прежнюю жизнь. Прежнюю жизнь? Было бы здорово. Значит, Шмольке вам настолько мешает? Да, и вам тоже. В министерстве есть силы, которые хотят, чтобы концерт непременно состоялся, и поэтому защищают Шмольке. Постарайтесь найти на него компромат или организовать. Если у вас получится, за мной не зажавеется. Эм, организовать? Да, по вашим сведениям, нетрудно заметить, что господин Шмольке человек семейный, но любит поразвлечься с девушками помоложе. Если вы застанете его за этим, это будет нам на руку. Вы все поняли. Я попытаюсь улечить Шмольке в изменах, а вы за это возвращаете мне прежнюю жизнь. Жить как прежде. Отличная перспектива. Значит, договорились. Тогда за работу, Шварц. Щелк. Найти компромат на Шмольке. Найти рычаг давления на Лукаса Шмольке. Так, давай за дело. Ну и что ты спрятался? Так, ладно, видимо не так. Так, найти рычаг давления. Нам надо просто, наверное, подсмотреть. Наверное. Так, смотрит телевизор. Мы можем, конечно, его посадить. За иностранную валюту. Вообще, его иностранную валюту, как раз таки, наверное, надо ее воровать. Чтобы продавать. Мне просто даже интересно, сколько она обществует. Так, говорит по телефону. Так, ну пока ничего особенного. 57 часов у нас есть. Так, иностранец снять трубку. Так, мне, наверное, сейчас другое задание еще дадут. Противоположное. Вы что-то забыли? В смысле забыл? Это Стивен Фрэнк. Ой, господин Хобертс. Здравствуйте. Я вас перепутал с другим человеком. Я до вас уже полдня дозвониться пытаюсь, друг мой. Я разговаривал с госпожой Альтман. Я был, Эм, в дороге. Первое. Госпожа Альтман звонила насчет, Эм, одного задания для министерства. Госпожа Альтман, значит, интересные дела. Я звонил, потому что увидел, что вы составили профиль на господина Шмольки. Зачем? Но ведь это моя работа. Составлять профили жертвов и выявлять незаконную деятельность. Может быть. Но почему-то меня не покидает ощущение, что кто-то открыл охоту на господина Шмольки. Эм, думаете? Да, сначала вы сдаёте его профиль, потом в министерстве поднимается шум из-за концерта. Фрэнк, я думаю, вы на стороне добра. А то. Конечно. Хорошо, значит, я могу на вас положиться. Фрэнк, мне нужно, чтобы вы кое-что сделали для меня и лучшего будущего. И что же? Вы должны защитить господина Шмольки. Как хороший человек и управляющий дома, вы, пожалуй, лучший кандидат для такой важной задачи. Думаете? Естественно, не упускайте его из виду и следите, чтобы с ним ничего не случилось. Если у вас получится, я верну вам вашу прежнюю работу. Это ведь то, о чём вы мечтали. С тех пор, как вас понизили до управляющего, да, Фрэнк? Ну да, моя жизнь, моя прежняя жизнь мне нравилась. Вот видите, значит, вы непременно блестящий и с орвением справитесь с этой задачей. Успехов. Щёлк. Защитить Шмольки. Прослить, чтобы с луками Шмольки не случилось плохого. Так. Завершена. Так, что у нас получается? Здесь событие какое-то, здесь тоже событие. Найти рычаг давления, либо... Стивен Хубер спросил, обязательно попрослить, чтобы со Шмольки ничего не случилось. Концерт, который готовится Шмольки, чрезвычайно важен для страны. Лот Альтман хочет, чтобы я нашёл, а при необходимости сфабриковал компромат на Шмольки. Лучше всего что-то, что котируется и в Федерации Штатов, например, интрижка. Так, ну вообще, интрижка. Так-то да, если он там изменяет жене, то плохо, так что по заслугам. Но по сути. Так что не знаю, будем мы его защищать или нет. Нам надо просто 70 часов ждать. Так, тебя может задать. Так, этот у нас спит. Пусть спит. Так, вот сюда надо камеры другие поставить. А всё, он уже проснулся. В 3.35 просыпается. Так, ну не знаю, что нам делать-то. Можем только ждать. Поселить кого-нибудь можем? Нет, не можем. Так, ладно, мы тогда его, наверное, предупредим, так и быть. У нас на втором, на первом, в первой квартире. Предупредим его. Проходите, господин Шварц. А, нельзя. Ладно, сходим сюда. Приветствую вас, дорогой, мой Шварц. Так, нет, с этим тоже делать нечего. К сопротивлению зайдём. Добрый день, господин Шварц. Так, здесь у нас никто не живёт. Так, мы ждём, что с ним, что с ним может случиться. А вот задание появилось. Так, да, стучимся. Проходите, господин Шварц. Вам что-нибудь нужно? Я могу что-нибудь для вас сделать. Вам нужен гид? Вы же управляющий, да? Да, что? Был я тут в столовой. Еда омерзительная. Достаньте мне что-нибудь съедобное. Если это вообще возможно. К сожалению, за питание я не отвечаю. Ну, конечно, в этой стране никто ни за что не отвечает. Я и не ожидал такого уровня сервиса, как в Федерации Штатов. Не в обиду, это не ваша вина. Просто принесите мне чего-нибудь вкусненького. В накладе не останетесь. Пара зелёненьких вам точно не повредит. У меня ещё есть кое-какие дела. Хорошего дня. Так, высокие требования. Принесите лук в шморке и деликатес на ужин. Так, ну, допустим. Нас торт с собой есть. Так, насчёт блюда. Вы меня просили кое о чём. Как успехи с моей едой? Пока никаких. Жили, пока успехов нет, господин шморки. Ну, вы уж постарайтесь, дружочек. Иначе у меня с местной едой скоро вкусовые рецепторы атрофируются. Так, нет, видимо, не это. Так, тогда, наверное, что мы можем сделать? Это у нас не готовит. Никто нас больше не готовит. Деликатес. Вряд ли здесь какой-то есть деликатес. Так-то есть ещё у нас клубничный деревеньевый пирог. Так, неприметный торт, но ослабительный торт. Но это всё не годится. Деликатес. Так, куда он пошёл? Куда-то ушёл. Так, мы теперь успеем его осмотреть комнату. Может, не успели тогда? Только камеры успели. А, нет, мы всё осмотрели. Так, здесь ничего нет. На балконе тоже ничего. Так, хорошо. С кем мы можем поговорить? С женой, только если, наверное. Которой сейчас нету. Либо ждать ночи.